добрый день уважаемые коллеги сегодня хотел немножко рассказать о защитном вооружении мусульманского востока иранского региона и сегодня мы коснемся довольно распространенных защитных доспехах это шлемах кулахут известным под таким названием в нашем ржеведении эти шлемы называются индоперсистами хотя это не совсем корректное название так как такие шлемы бытовали на огромной территории не только вы ранены в казахстане в восточном туркестане в африке даже мэрионахри и в общем то в индии тоже они прижились и в принципе использовались боевых действиях и в различных торжествах парадах еще в девятнадцатом веке вот ну из чего состоит такой вот прекрасный шлем ну это так классический всем известный образец туля шлема она имеет сферическую форму есть стреловидный наносник с фиксатором с таким болтом воронковидное такое навершие который заканчивается стреловидным острием четырехгранным как правило и есть трубочки втулки для плюмажа сюда обычно вставлялись в общем то какие красивые перья бармица как правило они бывают разной длины с такими длинными фестонами с разными затылочной части и спереди шлема как правило вот эти бармица они из мелких колец сделаны и в основном чаще попадаются сведенные кольца потому что мелкие кольца их очень сложно клепать или сваривать поэтому как правило они сведены но они свой функционал выполняли иногда мне попадался даже остатки ткани видимо где-то вот это вот бармица она нашивалась на ткань для упрощения сейчас я поближе вам покажу у данного образца бармица восстановлена потому что старая в общем-то не сохранилась здесь тулия то есть вот эта часть она цельнокованная хотя у меня есть в коллекции шлем который сделан из двух половинок и настолько шов идеальный что абсолютно их не видно вот первый прототип который мы могли бы отнести вот такого рода шлемом кулаход а нам известен 1524 году на миниатюре шахномы ну принципе максимальное распространение они конечно получили 17 18 веке и из-за их удачной очень формы и хорошие функциональности все они обеспечивали защиту от сабельных ударов от стрелы в общем-то были очень удобны и поэтому они столь длительное время использовались мусульманским востоком и что еще хочется сказать помимо вот такой классической формы мы встречаем шлем и есть замечательная статья леонида боброва где он описывает шлем он их называют шлем демона такие рога сделаны и они имеют определенный такой внешний вид выпуклые выпуклый нос брови сделаны глаза и как правило у них наносник он уже не такой если функционал когда боевые действия он опускался фиксировался таким образом вещала сабельных ударов то там с-образной формы и он не опускается хотя ну полностью бы я не исключал и боевой функционал таких шлемов они очень хорошо сделаны но многие склоняются человек уже использовали больше в торжествах каких-то ритуальных действиях также есть птичьи шлемы где здесь идет такая голова птицы а вот когда они появились такого рода шлемы неизвестно ну предполагают исследователи что это вторая половина 18 начало 19 века вот я нашел миниатюрку я покажу это 1841 год то есть здесь в общем то два воина борется у одного вот такой рогатый шлем и теперь можно сказать что вот эти шлемы они у нас сохранились довольно большом количестве в разных коллекциях и никакой проблемы для коллекционирования до сих пор в общем то не представляю ну давайте ближе теперь рассмотрим довольно легко найти вот посмотрите какой интересный шлем здесь очень хорошо сделано инкрустация здесь сцены охоты воины вооруженные рубят различных животных сцены схваток друг другом и если посмотреть поближе очень хорошо видна еще гравировка на данном образце вот такой у него навершия тут остатки инкрустации вообще вот везде пошли мы идет серебряная инкрустация и проблема в том что многие за грязь принимают и полностью и сдирают при чистке поэтому очень надо аккуратненько относиться с такого рода предметом и их стараться не портить давайте дальше посмотрим я буду по очереди показывать убирать вот второй образец прекрасный смотрите он оформлен в том же стиле значит стреловидный наносник смотрите он до конца опускается и также мы видим замечательные сцены охоты здесь мастер выполнил их несколько в другом стиле хотя очень высокое качество мы видим использование копья при охоте шамширов вот здесь бармиса с вплетенными бронзовыми ну и сплав меди на на какой-то кольцами частично она реставрирована потому что были утери но в целом очень хорошо сохранившийся образец дальше идем вот очень хороший шлем калахут это более ранний он довольно тяжелый если мы вы заметили здесь более тонкая тонкие рисунки и надписи изображения тоже такие же сцены охоты схваток посмотрите это довольно тонкая прекрасная работа вот вот такой вот замечательный шлем вот он как раз выполнен туля из двух частей вот если видно вот шов вот вот он шов здесь шва вообще не видно то есть мастер так подогнал где-то здесь проходит его не видно вообще бармиса сплетенными такими ромбиками из желтого металла очень мелкие кольца естественно такие кольца склепать невозможно прекрасный предмет внизу положу места не хватает уже ну и так называемые шлемы демона или рогатые как их называют смотрите какой тоже прекрасный образец вот это как раз тот случай когда он был инкрустирован серебром как правило здесь вот усы помните мы говорили нос надбробные дуги изображения глаз и усы такие как правило здесь инкрустация была но по незнанию или по неопытности или по глупости ее просто взяли и содрали подумав что это грязь вот здесь тоже прекрасная бармиса сплетенными обратите внимание линиями из колец желтого металла прекрасный образец последний что я хочу показать это тоже рогатый шлем здесь слава богу осталась инкрустация вот если вы видите мы видим здесь вот остатки серебра и низкопробное золото вот мы видим здесь узора и здесь бармиса тоже с плетениями колец из желтого металла часть была утеряна вот если вы видите здесь более темные кольца потому что кусталь такого света не смогли подобрать вот утери были кое-где восстановлены но это не возбраняется вот такой вот замечательный шлем теперь давайте я покажу вам чугу довольно тяжелая такая вот что я хотел показать вот на данном образце здесь есть и сведенные кольца и сваренные видим уже экономили время и даже клепанные попадаются вот если вы заметили то вот здесь тоже довольно мелкие очень колечки тоже она реставрировалась вот кстати вот щит это классика это индия для внутреннего рынка это маленький щит вот довольно тонкий но свой функционал выполнял и очень тонкая вот здесь вы посмотрите стараюсь максимально показать работа травления гравировочка изумительно сделано очень хорошая работа ну и два щита иранки классических это боевые щиты они довольно толстые то есть это довольно массивная такая массивные щиты здесь мы тоже видим травление гравировку и остатки инкрустации это или низкопробное золото или остатки серебра и последний щит замечательный это вообще уникальный щит так как на фигурке людей цены охоты животных нанесены из серебряных пластинок на которых сделано изумительная гравировка здесь даже видны элементы сбруи все вот нюансы одежды и стремина даже пуговицы мы видим на вот этом прекрасном шлеме здесь видимо было попадение чего-то но восстановили вот здесь внутри вмятина осталось ну точно вот такие щиты это классические иранские щиты это 19 век может даже раньше в общем такие изумительные изумляры хотел показать вам миниатюру которая говорил о два воина это 1841 год и как вы видите здесь один шлем с рогом я с вами прощаюсь до следующих встреч